Азан.кз представляет О настойчивом призыве, чтобы отказаться от запрещенных вещей, а также искоренению всех вредных явлений Наши толкователи пишут Наш создатель через свой шариат постоянно стремится к тому, чтобы препятствовать распространению зла И чтобы мы, его рабы, всегда стремились тоже к тому, чтобы остановить это зло И поэтому мы можем заметить, что в шариате запретом уделяется больше внимания, чем велением Но это не означает, что человеку можно не обращать внимания на повеление шариата Во всем, что повелел Аллах, для нас есть польза И также во всех запретах Всевышнего Аллаха есть польза, также лишь для нас самих И из ниже прочитанного мы поймем, что для того, чтобы достичь успеха, человеку нужно лишь немного А это отказаться от того, что запрещено Якулю, саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, мир ему Итта киль мухаррама, такун а'бадан наси Сторонись запретного, и ты станешь самым лучшим среди поклоняющихся людей Аиша, радия Аллаху анха, говорит Если кто-либо хочет опередить усердного в поклонении То пусть перестанет совершать грехи А грехи — это вещь запретная Смотрите в пример Есть человек, который в течение дня часто совершает намазы, поклонения Всевышнему Аллаху В течение дня и в течение ночи выстаивает тахаджуд, много ракатов Таких людей называют абидами, усердными людьми в поклонении А ты тот человек, который выполняешь лишь тот минимум, который на тебя возложен Свои фарзы, свои суннаты И ничего не добавляешь к этому И как же ты, тот, у которого так мало поклонений Сможет сравниться с тем, который молится много в течение дня и в течение ночи Аиша говорит, чтобы сравниться с таким человеком, либо обойти его Тебе всего лишь нужно оставить грехи, которые запретил тебе Всевышний Аллах И сообщается, что когда у Амара спросили о людях, о положении людей, которые желают совершить грехи, но не совершают их, он сказал о них Он сказал, это такие люди, сердца которых Всевышний Аллах испытал на благочестие И поистине им уготовано прощение и великая награда Да, все мы люди И мы так созданы, что предрасположены совершать грех Что-то запретное Для нас это легко Но самые сильные из нас и самые лучшие из нас Это те, которые победили в себе желание совершить этот грех Говорит сын Амара, Абдулла, который был богобоязненным имамом этой уммы Он говорит, воистину отвергнуть одну запретную монету лучше, чем потратить сто тысяч монет на пути Аллаха И сказал господин среди табиинов, Хасан Аль-Басри И не было у поклоняющихся лучшего вида поклонения, чем отказ от совершения того, что запретил Всевышний И сказал повелитель правоверных Омар ибн Абдул-Азиз Ни ночные молитвы, ни соблюдение поста днем, ни то и другое вместе взятое не является богобоязненностью Но богобоязненностью является то, что Аллах вменил в обязанность наряду с тем, чтобы отказаться от того, что запретил Всевышний Аллах А если же, если ты наряду с тем, что отказался совершать запрещенные вещи, ты будешь совершать хорошие дела, то это благо поверх блага Таким образом, из прочитанного выше нам становится ясно, что отказ от совершения того, что запретил Всевышний Аллах Является предпочтительнее религиозных обязанностей Камакульна, но, как мы говорили уже ранее, все это не означает, что человеку можно оставлять его религиозные обязанности Либо выполнять их ненадлежащим образом И, к сожалению, в наше время мы видим, как многие люди пренебрегают велениями Аллаха Пренебрегают шариатом Они говорят, я хоть и не читаю намаз, не пащусь, как вы, но я человек добрый У меня чистое сердце, благие намерения Я никому не желаю зла и так далее А те люди, которые читают намаз, они замаливают свои грехи Позиция таких людей и им подобных является отклонением от правильного пути К сожалению, эти люди искаженно понимают ислам Следующий раздел называется Что означает, предпочтение отдается устранению вредных вещей перед привлечением полезных Это тоже одно из наиважнейших принципов фикха И этот принцип ученые-факихи вывели, опираясь на то, что в шариате, в Коране и Сунне проблеме запретного уделяется огромное внимание Тут дается длинное и сложное объяснение этого правила Постараюсь вкратце его объяснить Смысл в следующем Может произойти такая ситуация, когда полезное явление будет противостоять погубному явлению И тут, если человек уделит внимание полезному, то это его внимание приведет к тому, что осуществится обратное То есть пагубное явление А если человек уделит внимание, чтобы предотвратить пагубное явление То он из этого не получит полезного для себя Но в силу этого принципа мы должны все наши усилия направить на предотвращение пагубного И теперь конкретнее приведу фикховый пример Например, запрещается продажа винограда Если продавец будет знать, что покупатель из этого винограда сделает вино Покупатель предложит ему хорошую цену Выше рыночной И продавец излечет из этого хорошую экономическую выгоду И в силу этого фикхового правила Продавец обязан отказать в передаче товара Так как он знает, что с этим товаром будет Также другие примеры приводятся Такие как ампутация одного из органов тела Для того, чтобы сохранить в здравии все остальное тело Ампутируют лишь какой-то орган Человек порезался, у него открытая рана Попадают микробы Дальше, если все это не остановить вовремя Идет заражение по всему телу И тут выбирается меньшее из двух зол И удаляется, например, кисть руки Либо сама рука Чтобы сохранить человека Также бывает, что два человека поссорились Два мусульманина Один начинает другому грубить Тот отвечает ему в ответ И через диалог все это может перерасти Далее в драку и в вражду Ненависть между братьями мусульманами И в таком случае по шариату Третьему брату, третьей стороне Дозволяется применять ложь Чтобы подружить две враждующие стороны Если в данном случае ложь Станет препятствием для распространения Нечести и вражды между братьями То по шариату она дозволяется То есть не переступая границ дозволенного Третья сторона идет к одной враждующей И говорит, что вот твой брат Он очень сожалеет о содеянном Высказанном тебе А потом пойдет ко второй стороне И скажет, вот твой брат тоже сожалеет Он похвалил тебя и так далее Вот в таком виде этот принцип может проявляться Следующий раздел Асбабу халакил умам Причины гибели множества народов Посланник Аллаха Мир ему Разъяснил, что одной из основных предпосылок Истребления целых народов является Это многочисленные вопросы Которые зачастую не несут в себе какой-то пользы Человек задает вопрос И у него нет намерения получить от ответа какую-то пользу В большинстве случаев это надуманные Бесполезные вопросы Это разногласия народа во внутренних делах Также это отказ от выполнения шариатских норм Теперь разъясним немножко Как мы знаем из хадисов Посланник Аллаха Мир ему Запрещал своим сподвижникам Задавать ему слишком много различных вопросов И объяснял он это опасением Что вследствие всего этого На них может возложиться Какая-то дополнительная обязанность Посланник Аллаха не желал Обременять людей трудностями Всевышний Аллах в Коране говорит Что его пророк не говорит от себя А это ему внушается Всевышним Аллахом То есть если люди задавали Какой-то шариатский вопрос То посланник Аллаха Мир ему Обязан был ответить соответственно И все это могло нести Какие-то шариатские ахкамы Кроме всего этого Посланник Аллаха старался Не допустить того Чтобы верующие мусульмане Подобно жившим до них Вступали на путь споров В хадисе от Бухари со слов Мухири ибн Шу'ба Что посланник Аллаха Мир ему Запрещал болтовню Пустые слова А также он запрещал задавать Много различных вопросов А также расточать деньги Смотрите Даже Мухаджиры и ансары Которые неуклонно следовали За посланником Аллаха Мир ему Они не задавали Много вопросов пророку Хотя их души желали этого Как один сподвижник передает Мы говорит Радовались Когда какой-то бедуин Пастух верблюдов В спустыне приходил И подходил К посланнику Аллаха Мир ему В этот момент Остальные Мухаджиры и ансары Тоже собирались Вокруг этого бедуина Чтоб получить пользу От его вопроса Сподвижник говорит Мы стеснялись Задавать вопросы Пророку Слава Аллаху Поэтому они старались Получить максимум пользы От ответа На вопрос Который задавали В основном бедуины Всевышний Аллах В Куране Во многих местах Говорит Ради Аллаху Анхум Вараду Ана Что Аллах Доволен ими Доволен мухаджирами Доволен ансарами Потому что Их вера Глубоко укоренилась В их сердцах И это такие люди Которые научились Подчинять свои желания Тому Что одобрял Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям И возможно Что у них Не возникало Необходимости Задавать Различные вопросы Ведь они Они всегда жили рядом С посланником Аллаха Алейхи Салаллаху Ассалям И видели То есть Присутствовали Когда откровение Не сходило На посланника Аллаха Мир ему Они были свидетелями Посланник Аллаха Алейхи Салаллаху Ассалям Допустим Получает откровение И случалось так Так что Еще никто Кто из них Не задавал вопросов И он Не дожидаясь этого Мог разъяснить Суть Откровения Незамедлительно Он Объяснял им Все В чем они Нуждались В сфере Религии Будь то В сфере Ихнего быта То есть Факт задавания Вопроса Уже сам по себе Отпадал В суре Ан-Ниса Всевышний Аллах Говорит Аллах дает вам Разъяснение Чтобы вы Не впадали В заблуждение И в подобных Обстоятельствах И ситуациях Действительно Не было Никакой Острой Необходимости Задавать вопросы Особенно Если то О чем люди Хотели спросить Еще не произошло Однако Существовала Необходимость В другом А именно В понимании Неспослаемого Откровения А также Его усвоение И применение На практике В суре Аль-Ма Ида Всевышний Аллах Говорит Не спрашивайте О тех вещах Которые могут Вас огорчить И смысл этого Всевышний Аллах Говорит Подождите Ибо Когда Куран Будет Неспослан Полностью И завершен Вы найдете В нем Разъяснение Всего Чего бы Вы Спросили Теперь Касаемо Бедуинов И почему У них было Преимущество И ученые Объясняют Это тем Что Во-первых Это Народ Кочевой Кочевой И Безграмотный У них Не было Возможности Подолго Оставаться В Медине Поэтому Они Периодически Делегациями Приезжали В Медину Задавали Вопросы И снова Уезжали Ученые Говорят Что Посланник Аллаха Мир Ему Разрешал Задавать Им Любые Вопросы И на Эти Вопросы Он Отвечал То есть Посланник Аллаха Стремился Добиться Их Расположения Он Хотел Облегчить Их Положение Снабдить Их Знаниями И чтобы Эти люди Среди Своего Племени Распространяли Религию Всевышнего Аллаха И возможно Поэтому Многие Из них Оставались Жить В своих Родных Местах Уходили Кочевать И не Переселялись В Медину На постоянное Место Жительства Пользовались Тем Что Каждому Из них Посланник Аллаха Мир Ему Уделял Какое-то Время Они Могли Задать Свои Вопросы Получить На них Ответы И это Было Огромным Преимуществом Для них То есть У ансаров И мухаджиров Такой Возможности Не было А у Бедуинов Эта Возможность Была Рава Муслим Ан Новейс Ибн Сам'ан Ради Аллаху Ан У Каль У имама Муслима Есть Такой Хадис Где Сподвижник По Имени Новейс Ибн Сам'ан Говорит Акамту Ма Расул Иллахи Саллаху Алейху Саллаху Биль Мадина Ти Санатан Я Говорит Прожил В Медине Находясь Рядом С пророком Алейхи Саллаху Ассалям Целый год Я там жил И только Возможность Задавать Вопросы Удерживала Меня От Окончательного Переселения Туда В Медину Поскольку Я Говорит Знал Если Я Переселюсь В Медину То Я Уже Лишился Такой Возможности Постоянно Задавать Вопросы Пророку Алейхи Саллаху Ассалям То есть Человек Находился В Медине Целый год Будучи Гостем И он Говорит У меня Была Возможность Туда Переехать Но Если Бо Я Туда Переехал То Я Бо Уже Говорит Вопросы Не Смог Задавать Так Часто Пророк Алейхи Саллаху Ассалям В сборниках Имама Бухарии Муслима Приводится Такой Хадис Где Со слов Анаса Передается Что Некий Бедуин Приехал К посланнику Аллаха Алейхи Салату Ассалям И спросил Я Расул Я Расул О Посланник Аллаха Когда Наступит Судный День И тогда мухаджиры и ансары, услышав это, встрепетнулись, оглянулись и спросили «О посланник Аллаха и мы тоже?» Тогда посланник Аллаха ответил «Наам». Он ответил «Да». И мухаджиры и ансары говорят, что в тот день мы испытали сильную такую, великую радость. Вот такими были великие люди этой умы, сподвижники, мухаджиры и ансары, скромные, стойкие и кроткие, роды Аллаху анхум. Заключительную часть шарха перенесем на следующий урок, инша Аллах. Субханак Аллаху бихамдик, нашхаду Аллаху илланд, настагфирук ванатуубу илейк.